Ну вот еще лет 15, 10, 5, да, вот в городе не было альтернативы, то есть те, кто не имел личного транспорта, личного автомобиля, были вынуждены давиться в этих, ну скажем так, спринтерах. Они не приспособлены для перевозки людей, и так продолжалось уже много лет, и на некоторых маршрутах еще и продолжается. Но почему не появлялась альтернатива? Об этом можно поговорить, Иван? Ну конечно, это вопрос, скажем так, достаточно политический, да, то есть зависит он очень сильно от руководства города. То есть транспортная сфера, как и большинство других сфер, они выполняют те задачи, которые перед ними ставит политическое руководство, как нашей страны, так и, собственно говоря, городских муниципальных властей. Очень долго, более 15 лет, у нас были так званы директора горсоветов, да, которые придут до этой кадры, мы даже знаем, кому он принадлежит. Которые, по сути, ну скажем так, крышевали вот этот вот маршруточный бизнес. То есть у нас в городе работало более 25 автопредприятий, большинство из которых не имели ни своей базы, ни механика, ни медика, абсолютно никого. То есть это были предприятия, которые выдавали путевку, так называемую, и за которые водители вот этих маршруток скотовозок, они платили просто ежедневно или еженедельно деньги. Ну, вы знаете, у меня была ситуация, когда, ну, впервые, наверное, нашла коса на камень, когда вот водитель спринтера очень обижал даму преклонных лет, и как-то мне было уже очень уже неловко в этой ситуации, и совесть не позволяла промолчать. И я его просто попросила, скажите, пожалуйста, свою путевку. И на этом президент все забыл, исчерпан. Ну, потому что понятно, что никаких путевок, никакого техосмотра, никакого здоровья осмотра, или как вот правильно, осмотра, вернее, здоровья, наговорила что-то такое, запутанно. Ну, мы поняли, о чем мы, да, то есть ничего не происходит, то есть вот как-то выгнали на маршрут, едет себе, и слава богу, не отпалилась по дороге, и хорошо. Именно так это и продолжалось, очень длительный, скажем так, период времени. Сейчас мы преломили полностью эту ситуацию, у нас осталось в городе работать 15 автопредприятий, у каждого из которых есть своя база, есть медики, механики, есть технический персонал, есть ремонтный персонал. У большинства есть своя автомойка, то есть они могут мыть эти транспортные средства. Единственный вопрос, когда начали в город массово завозить автобусы большой вместимости, потребовались автомойки гораздо больших размеров. И вот сейчас с этим есть определенные нюансы, но я уверен, в начале следующего года мы эту ситуацию тоже будем. Ну, вот вы упомянули термин, да, директор гурсовета, ну, он часто именно шел со знаком разница с Загидом Красновым. Какие маршруты принадлежали ему на протяжении этих лет? Ну, где-то практически две трети, то есть они не принадлежали непосредственно ему, но они принадлежали компаниям, которые были к нему аффилированы. Тут те компании, чьи интересы он защищал. И в 2015 году, вернее, даже в начале 2016 года, после смены власти, они точно так же принадлежали ему. То есть до 2017 года практически было сложно что-то с этим сделать, потому что было очень сильное лобби этих автопредприятий, поэтому они сохраняли свое действие. То есть на текущий момент у нас в городе их уже практически не осталось. Ну, а как удалось преломить вот эту ситуацию? Это политическая воля городского головы. То есть когда уже стало понятно, что так продолжаться не может, что транспорт должен работать на жителей, а не на карманы отдельных директоров гурсовета в прошлом, тогда вот пошло изменение тенденции. Но нужно понимать, что это где-то около 500-600 единиц транспорта, которые были завязаны на этих компаниях. Поэтому быстро, скажем так, прямо вообще там в течение недели это сделать бы не удалось. То есть это был планомерный процесс, когда крупные автопредприятия, имеющие базу, да, базовые, скажем так, автопредприятия, начали закупать новый подвижной состав. И вот сейчас мы видим, что количество маловместительного транспорта, оно сократилось более чем вдвое. То есть у нас было 780 этих микроавтобусов, скажем так, сейчас их меньше 340. Ну, на самом деле на этих спинтерах работали у нас отчаянные джигиты. Я не представляю себе даже, как удалось их на сегодняшний момент приструнить, потому что прекратилось какие-то бесчинства, вот эти остановки по требованию, да, где угодно, какие-то еще вещи. Велась тоже какая-то отдельная работа, все равно же спинтеры еще остались. Смотрите, дело в том, что когда было большое количество транспорта в городе, требовалось большое количество водителей. То есть их требовалось на 2018 год около 2,5-3 тысяч. Сейчас количество транспорта в городе уменьшилось, ввиду того, что вместо двух-трех спринтеров стал один большой автобус. Соответственно, количество водителей, которые необходимы в сфере, оно уменьшилось. И сейчас мы можем выбирать водителей. То есть пошел... Появилась конкуренция. Пропал дефицит, появилась конкуренция. Соответственно, за этот год, только за этот год уже уволены, и они не работают в этой сфере, более 40 водителей. Это люди, которые хамили, это люди, которые отказывали в годном проезде. А стоит отметить, что именно вот этот вот принцип не больше двух в одном автобусе, он появился как раз в те времена. Это 2008-2009 год, когда льготников начали массово выгонять из транспорта. Электротранспорт тогда был тоже в упадке, как раз для того, чтобы работали эти маршрутки. Специально его разваливали долгие годы. И люди просто не могли ездить. Давайте вспомним еще такую практику загида Краснова, как гривневые маршрутки. Это было, по-моему, накануне предыдущих выборов. Чем закончилась эта история? Пропали ровно через день после окончания выборов. То есть понятно, что это был громкий политический пиар, который они пытались устроить. Но экономически это невозможно. Это огромные колоссальные траты на этот транспорт. Ну и нужно понимать, что таких автобусов даже для этого пиара было всего то ли пять, то ли шесть. Но тем не менее, на четвертой победе я периодически вижу какую-то социальную маршрутку. Ну она короткая, по-моему, Мильма на четвертой массиве. Да, это социальный маршрут, который сделан для Лоцкаменки. Это вообще отдельная история. И он был как раз сделан при Борисе Филатове. То есть это был городской социальный маршрут. У нас такие ездят и по четвертому маршруту в Березановку, и по 43-му на Северный. То есть это просто социальный автобус, который выполняет свою функцию. Это не предвыборная агитация. То есть это автобус, который все пять лет... Ну конечно, несколько лет я помню себя на четвертом массиве, все время помню эту маршрутку. И, собственно, почему про хорошее бы не сказать. И я вам скажу честно, мы очень рады, что перед этими выборами Загид Геннадьевич не запустил свои гривневые маршрутки. Потому что они составляют очень большую угрозу для нашего населения ввиду как раз санитарных ограничений. Потому что за ними никто не следит, понятное дело, и в них сложно контролировать вообще в принципе ситуацию. Спасибо вам огромное, Иван Васечков, специалист сектора контроля Департамента транспорта Днепровского грузсовета у нас в студии. Обязательно в следующий раз поговорим о планах, что будем закупать, что у нас будет есть. Потому что слушать на самом деле про наш транспорт это огромное удовольствие. Если не против, я вам буквально один план скажу. То, что в ближайшее будущее город увидит, уже в ближайшее время в город заходит еще 40 автобусов большой вместимости, которые мы планируем презентовать для жителей буквально в течение следующих полутора-двух недель. То есть они, часть из них находится уже в Днепре, они проходят сертификацию, проходят регистрацию. То есть город наполняется, как мы и обещали, до конца этого года. В Днепре будет более 300 автобусов большой вместимости, а до конца следующего более 500. Единственное, что очень важно сохранить этот курс, эту политическую волю, которая у нас была последние пять лет. Субтитры создавал DimaTorzok